Когда засуха нападает на плодородные пастбища Запада, земля лишается зеленого покрова, и смерть становится ощутимой. Что происходит с растительностью и со стадами, об этом можно прочесть в статистических бюллетенях. Что происходит с людьми, вне подсчета. Крушение надежд подсчету не поддается. Дождя нет, и кажется, никогда больше не будет. Земля, кажется, навсегда останется мертвой. Земля и животные обессилили в борьбе с жаждой, и только люди продолжают сопротивляться. Раннее утро. Когда первые лучи солнца проникают в комнату, мы видим, что находимся в столовой на ферме семейства Карри. Впрочем, столовая или это, или гостиная, зависит от того, обедают тут или принимают гостей. На стене старинные часы. В углу висит телефон, каких теперь уже не увидишь. Рядом стоит конторка. На ней сложны бухгалтерские книги и счеты, все необходимое для учета и ведения хозяйства. На другом столике граммофон с трубой. И радиоприемник, который стоит до него лишь дотронуться, издает нечленораздельные звуки. Одна дверь, парадная, выходит на шоссейную дорогу. Другая ведет на земельный участок. Там же расположены коровник, амбар и пристройки. На втором этаже три комнаты. В первой живет Карри, отец семейства. Во второй дочь Лизи. Третий сыновья. Ной и Джим. Отец готовит завтрак. Старший сын спускается в столовую и сразу же выходит на улицу. Он долго всматривается в небо, не появится ли где-нибудь облачко. Увы, все так же, как и вчера. Ной возвращается. А, это ты, па? Доброе утро, Ной. Хлопочет кто-то, слышу. Думал, Лизи. Дорога очень утомила ее. Пусть поспит. Да, ночью она шагала по комнате взад-вперед. Я не мог уснуть. Ну, впрочем, мне так уж рано. Лучше разбудить ее, па. Не делай этого, Ной. Я думаю, ей жилось там не сладко. Ну, если ей жилось в свитриверсе не сладко, что ж, это твоя вина. Я был против этой поездки с самого начала. Ну, откровенно говоря, я надеялся, что сегодня будем есть завтрак, приготовленный женщиной. Впрочем, сэр, если за эту неделю вы нас не отравили, то мы вам вполне можем довериться еще на один день. Джимми только вчера исправил эту штуку. Не ломай ее снова. Да. В этот проклятый ящик вложено немало денег. Должны же мы извлечь из него хоть какую-нибудь пользу. Какую пользу ты хочешь извлечь из этой детской затеи? Я думал услышать что-нибудь о засухе, пап. О засухе? Спроси лучше меня. Ты что-нибудь знаешь? Да я нет. И неизвестно, когда будет. Ну, что ж. Тогда вычеркнем еще один день. От твоих пометок, ну, а мне кажется, время идет медленнее. Ну, что толку в пометках? Если дождь пойдет, так он, будь уверен, пойдет. Да, что если бы я так же легко мог смотреть на все это? А знаешь ли ты, что я ночью ходил в коровник проверять телок? Знаешь, что я вынужден был сделать с Энди и Фрэнком? Знаешь? О, господи. Неужели ты их застрелил? Да. Не следовало этого делать, Ной. Слушай, пап. Если дела хочешь вести ты, то милости прошу. Вы все можете думать, что это такое приятное занятие. На. Получай, не о чем разговаривать. Нет, Ной. Я не заберу эти книги. Ну, что ты без них будешь делать? Без всей этой премудрости? Дебит, кредит. Ну, ладно, Ной. Ной, не злись. Ты же знаешь, что я ничего не смыслю в этих системах. Ну, тогда останемся верным уговором. Вы с Джимом предаетесь мечтам, ну, а я цифрам. Как приготовить тебе яйца? Знаешь, способом, которым ты их испортишь меньше всего. Ну, тогда я их оставлю сырыми. Ну, хорошо, я их буду есть сырыми. Доброе утро, па. Доброе утро, Димми. Джим сразу же вышел на улицу. Он уставился в безоблачное небо, потом вернулся в комнату. Все будет так, как я говорю. Теперь я уверен, что все будет именно так. О чем ты говоришь, Джим? Ты знаешь, от чего засуха? От чего? Вот, и ты не знаешь, от чего. Никто не знает. А я знаю. Дело в том, что Земля изменила свое направление. С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к Солнцу, летим навстречу ему. Но прежде, чем мы столкнемся с ним, Земля лопнет от жары. Такие дела старина. Бац! И все. Ты в этом уверен? Конечно. Я вчера вечером был на танцах. Там был Джил Демби. Ох! Джил Демби. Были другие ребята. Я им рассказал все, что думаю о засухе. Да. Джил Демби, он согласился со мной. Па, он подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал, Джим Карри, ты прав. Он разыграл тебя, мальчик. Непа. Все будет так, как я говорю. Она раздуется и лопнет. Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак. А что случилось, Ной? Ты заболел? С чего ты взял? О, конечно, заболел. Здоровый человек не будет есть сырые яйца. Ему просто не нравится, как я готовлю. Ты готовишь лучше Лиззи, па. Спасибо, Джимми. Ну, а как тебе приготовить яйца? А мне, как всегда. Сколько? Пожалуй, хватит. И пяти. Я вижу, Джим, сегодня ты не так уж голоден. Да, Ной, я совсем потерял аппетит. А ну-ка, присядь. Нам надо поговорить. Может быть, не сейчас? Но ведь вчера вечером ты мог влипнуть в хорошенькую историю. Мне сейчас некогда. Поговорим потом. Какую историю, Джимми? А героиню зовут Снуки. Ну, и как тебе нравится это имя, па? В чем дело, мальчики? Ну, сейчас объясню. Вчера на танцах мы были вместе. Весь вечер я не спускал с него глаз. Около девяти часов говорю, Джим, не исчезай. Нам скоро надо идти встречать Лиззи. Хе, он как будто этого и дожидался. Пора идти на станцию, а его и след простыл. Спрашиваю у Джила Демби, а он говорит, Джим ушел вместе со Снуки. Неправда? Неправда? Пап, у меня в мыслях с ней не было знакомиться. Она выходит вслед за мной и садится в новенькую машину. А эту машину приметил, когда мы еще входили в парк. Я подхожу к ней и спрашиваю. Снуки, не скажете ли, сколько у вашей машины цилиндров? И не успела она ответить? Машина мчалась со скоростью 40 миль в час. И все. Вот именно все. Все, что связано с этой девицей быстро. А что ты хочешь с ним сказать? Не, ну, в конце концов, я его нашел, пап. Мне сказали, что эту машину видели недалеко от аптеки. Ну, я отправился туда. И мне кажется, я поспел вовремя. Такие поцелуи добром не кончаются. Па, мне пришлось потрепать его по плечу, чтобы он меня заметил. Снуки, очень хорошая девушка, и я не понимаю, почему она тебе не нравится. Ну, а как мне может нравиться эта кукла с обесцвеченными волосами? Ну, ее волосы такие. Что делать? Да, что делать? Что ты говоришь? А вот аптекарь говорит, что она покупает у него перекись водорода чуть ли не ведрами. Перекись водорода, так же, как и йод, употребляется при порезах. Ну, так она должна была давно умереть от потери крови, если я так часто порезаю. Па, ну, скажи, ты бы не оскорблял Снуки. Да. Да, она красит волосы, красит, 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 красит. Ну и что? Па, она очень мила. И не в пример другим девушкам, она сохранила свою красную шапочку. Это нехорошо, Джимми. Ты бы мог опоздать в поезду и тогда не встретил бы сестру. А вообще-то похвально, когда девушка бережет свою красную шапочку. Это говорит в ее пользу, Норь. Ну, я весьма сомневаюсь, чтобы она до сих пор сохранила свою красную шапочку. Ну, во всяком случае, вчера вечером Джим Карри мог похитить ее без особого труда. А вот это было бы не так плохо. В следующий раз, пожалуйста, меня не разыскивай. Я тебя позову, если мне понадобится твоя помощь. Слушай, ты умней, но ведь тогда ты вынужден будешь на ней жениться. Ты об этом подумал или нет? Послушай, ну что ты ко мне пристал, а? Что? Ну скажи, чтобы меня оставил в покое. Нет, ты слышишь или не слышишь, а? Ты слышишь или не слышишь? А что, если в самом деле так поступить? Как ты думаешь, Ной? Ну что, жениться на снуке, что ли? Нет. Оставить его в покое. Ну ладно, Ной. Ну, ну напрасно ты погорячился. Вернее, это я. Я, я погорячился. Ну, такое дело, Ной. Ой, ты ж совсем мальчишка, Джим. Ты многого не понимаешь. Ну, что ты думаешь? Мне очень приятно возиться с тобой, да? Вот следить, чтобы ты не наделал глупости. Или ломать голову вот над этими вот чертовыми книгами. Экономить каждый грош. Следить за хозяйством. Но я должен, ты понимаешь? Должен все это делать, раз все это выпало на мою долю. Ой. Ну, вот ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, да? Ну, а что ты десять раз на дню обращаешься ко мне за советом? Ну, как сделать то, как сделать это? Ной, я не против того, чтобы ты мне давал советы. Я даже благодарен тебе за них. Ну, спасибо. Нет, нет, не то, что благодарен. Я, я ценю тебя, ценю. Но я хочу только одного. Чтобы ты, вот, чтобы ты. Ну, я, ну, 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 не кричал на меня. Перестань. Па, а почему так долго не идет Лиззи? Она очень устала с дороги, да и легла поздно. Ночью я проснулся, мне показалось, что она плачет. Все девушки любят поплакать. Что же нам с ней делать-то, па? А? Нам, пожалуй, следует с ней поговорить. Может, ты поговоришь с ней, Ной? Да я не считаю, что в этом есть необходимость. А что, если тебе поговорить с ней, Джимми? О, нет, 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 я, я не смогу сказать все, как надо. А если ты сам с ней поговоришь, а? Ну, поймите, я не могу. Ну, что я ей скажу? Лизе, тебе пора выйти замуж, да? Так я скажу. Так она и сама знает, что ей пора замуж. Ну, вот, хорошо. Тогда и разговаривать нечем. Доброе утро. Доброе утро, Лизе. Элло, Лизе. Элло, Джимми. Господи, как хорошо, что я дома. Вы знаете, дома все-таки лучше, чем где бы то ни было. Да, мы только что говорили как раз об этом. Правда. Лизе тоже пошла взглянуть на небо. Если бы вы знали, какой сон мне снился этой ночью. Я шла босиком по дороге, и вдруг хлынул дождь. Сперва упало несколько крупных капель, сверкнула молния, и потоки воды обрушились на землю. Прекрасный сон, почти такой же прекрасный, как сам дождь. Дождь. Но дождь это к слезам, Лизе. Да, вот если бы ты видела слезы, тогда, возможно, пошел бы полностью. Садись, Лизе. Я вот тут приготовил завтрак. Вчера толком мы так и не поговорили. Ты ничего не успела нам рассказать. Лизе. Да. Ты знаешь, а ты неплохо выглядишь. Да, а вот последние дни перед отъездом ты здорово сдала. Ну, хоть делай вид, что жара тебе ни почем. Мы-то видели, как тебе трудно. Ну, А в Светриверсе как там? Жарко, что ли? Как в аду, чтобы не соврать. Чтобы не соврать. Ты так говоришь, как будто родилась в Светриверсе. Ну, я же провела там целую неделю, Джимми. Ну, как чувствует себя дядя? Что делает тетушка Ив? Ты объяснила им, почему мы так долго не писали? А мальчики как, а? Мальчики, если в тетушку Ив готов спорить, заговорили насмерть. Нет, понимаешь, Джим, они же в дядю. Мычат. Ну, а кто из мальчишек тебе понравился больше всех? Ну, Пит, разумеется. Пит, это который Пит? Я никогда их не мог запомнить по именам. Готов спорить? Влюблена в него? Я без ума от него, Джимми. Серьезно. Мы провели вместе очень много времени. И в один из вечеров он просто попросил меня выйти за него замуж. И что же тебе ответила? Да. И что ты ему ответила? Ну, я ответила ему, что он очень мил. И пожелала ему успехов в учебе. Тетушка Ив говорит, что как раз в этом году он начнет ходить в школу. В школу? Да. А разве в детстве он и посещал школу? Ну, замолчи ты, Па. Вы завтракали, мальчики? Милый мой Па, что ж ты думаешь, я не знала, зачем вы меня послали в Свитриверс? А ты все не понимал, почему я отказываюсь? Как видишь, я поехала, как видишь, напрасно. Жаль, что пришлось истратить столько денег на дорогу, на новое платье. Но ничего, внесем их в графу убытков. Ну, а все-таки, что ж ты делала в Свитриверсе? Где бывало? Да первые дни просто не выходила из комнаты. Слушай, ну почему ты не выходила из комнаты? Стеснялась. Я стеснялась. Они же ведь не хуже меня знали, зачем я к ним приехала. Они же меня рассматривали с ног до головы. Старались делать это незаметно, но плохо удавалось. В общем, я готова уже была бежать оттуда. Как тетушка Ив, дело было в субботу, говорит мне, вечером мальчики идут на танцы, Лиззи. Отчего бы тебе не пойти вместе с ними? Ну, сперва-то в мыслях не было идти на танцы, но потом я сказала себе, Лиззи, не будь дурой. Я накрутила волосы, я напялила на себя новое платье, я надела туфли на каблуках. И в таком виде я вышла к вечернему чаю. Они уставились на меня, как будто я была голой. Тишина длилась довольно долго, наконец Нед решился ее нарушить. Он встал, потоптался на месте и спросил меня, Лиззи, а сколько же ты весишь? И что же тебе ответило? Я ответила ему, рост мой 173 сантиметра, вес мой 70 килограмм, зубов вставных нет. Но это было не очень умно с твоей стороны. Он просто хотел начать беседу. Ну что ж, подозреваю, что я ее закончила. Ну, и что же было дальше? Пит притащил откуда-то глобус. Спросил меня, что на нем нарисовано. А мне не осталось ничего другого, как постараться ему объяснить. Я начала рассказывать, начала рассказывать по порядку. Я же ведь не виновата, что всегда хорошо знала географию. Не понимаю. Что же случилось, Лиззи? Ничего. Ровным счетом ничего. У них от удивления раскрылись рты, Анет сказала, Лиззи, так ты ж метишь в учительнице. И вот здесь мне вспомнилась школа. И как только вспомнила это, я поняла, что все кончено. Убежала наверх к себе и заперлась там. И это все? Нет, когда я уезжала, маленький Пит кричал мне вслед, Лиззи, ты самая красивая из всех женщин. Вот теперь все. Ну что ж, не ошибется тот, кто назовет тебя красивой. Ну, па. А я знаю, что говорю. Никто еще не видел настоящую Лиззи. Ты стесняешься показать себя людям. Тебе кажется, что всем только и хочется, что обидеть тебя. Разговаривать с тобой невозможно. Ты ставишь собеседника в глупое положение. Ну, па. Вот ты, вот ты долбила себе в голову, что в тебя нельзя влюбиться. Вот только с нами ты и бываешь такой, какая есть на самом деле, потому что нам ты доверяешь. Ну, почему? Почему ты боишься быть красивой для всех? Да потому что лучше надеяться, что можешь быть красивой, если захочешь, чем убедиться, что ты некрасива. Лиззи? Да? Мы вот тут думали, Лиззи, братья твои, я, и кое-что решили. Да ну, что же вы решили? А мы вот сейчас поработаем немножко, а потом хотим съездить в припомт. Ну? Мы хотим пригласить Файла на обед. Я полагаю, ты не возражаешь? Ну, что же. Если вы сделаете это, меня не будет дома. Но могу я пригласить человека пообедить со мной или нет? Постой, па, постой. Лиззи не хочет, чтобы мы звали его, значит, не надо звать. Мы не должны делать того, чего не хочет Лиззи. Да, Ной, понимаешь, а как-то не хочу, чтобы вы ездили в припомт. Ну? Не слушайте его. И ты, и Джим, вы не делаете шага, чтобы не посоветоваться с Ноем. Да потому, что это единственный из нас, кто трезво смотрит на вещи. Ну, уступи мне, Лиззи. Будь на этот раз неблагоразумной. Но ведь довольно глупый совет, па. Все, что нельзя вычислить, изложить в цифрах, внести вот в этой книге, ты называешь глупостью. Ну, что глупого я сказал, можешь ответить? Ну, не будем спорить, па, не будем спорить, но Лиззи не хочет, чтобы мы ездили в припомт, и она права, ну гордость. Ты понимаешь, гордость, но она кое-что значит, но не надо же об этом забывать, па. Гордость? Ну да, гордость. Я и Лиззи, мы знаем, что такое гордость. Ну, Лиззи, я прав или нет? А ну, пусти. Лиззи, посмотри-ка мне в глаза. Это правда? Я не ошибаюсь? Послушай, па, ну, если ты хочешь пригласить кого-либо в гости, я же ничего не имею против. Но только не файлы. Я не ошибаюсь, стало быть. Да нет, но когда мы ездим в город, он всегда бывает очень приветлив и с Ноем, и с Джимом, а меня он не замечает, пойми. Он просто подчеркивает, что я ему безразлична. Вот, когда мужчина подчеркивает, что женщина ему безразлична, это значит, что она ему не безразлична. Ну да как же, приглашать? Нет. Нет, 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 я сказала же тебе, нет. Вот если ты на самом деле не хочешь, чтобы он пришел, вполне достаточно, одного нет. И сказать это надо спокойно. Помнишь, когда ты была ребенком, мать часто говорила тебе, честность правде, Лизи. И когда ей казалось, что ты хитришь, стараешься скрыть что-то, она брала тебя за руку и спрашивала, честность правде, Лизи. И ты ни разу не солгала ей. Вот ты говоришь, что файл тебе не нравится. Честность правде, Лизи. Ну не надо, па. Честность правде, Лизи. Это было игрой, пойми. Детской игрой в честность. С тех пор прошло много лет, я не маленькая. Я могла бы ответить на твой вопрос. Но я отказываюсь. И ради Бога, ради самого Господа Бога, оставьте вы меня в покое. Да, я люблю файлы. Что еще вам от меня надо? Слышали? За мной, майки-ки. Харри с сыновьями быстро надели шляпы и отправились в путь. До городка Припонт всего несколько километров. Пока мужчины в дороге, заглянем в контору шерифа. На стенах развешаны десятки двойных мужских фотографий, снятых в профиле в фаз. Так снимают преступников. На столах телефоны. Сейчас в комнате двое. Шериф, его помощник, файл. Хеллоу! Шериф! Так? Так, записываю. Реже говори, реже. Хеллоу! Так? Нет, помощник шерифа. Так, мне наплевать, белый он или черный. Так? Ладно. Так? Ладно, я завтра заеду. Так, через два часа буду на месте. Савтра! Ну так как, файл? Берешь собаку. Я благодарен, шериф, но собака мне не нужна. Какая собака? Какая собака? Щенок. Вот ты послушай, что он делает. Когда щенят кормят, он не бросается к миске. Он ждет, пока наполнят новую. И пока его братья дерутся вокруг первой, он спокойно опорожняет вторую. Дочиста! Что ты на это скажешь? Он просто обжор. Он очарователен. Когда я сплю, он лезет ко мне в постель и устраивается у меня в ногах. Слушай, файл, ты меня возмущаешь. Ведь ты же был женат когда-то. Слушай, неужели тебе не холодно спать одному? Я бы не сказал, шериф, что сегодня ночью мне было бы холодно спать одному. Возьми щенка! Нет, файл. Нет, ты просто не любишь животных. Вот это неправда. Когда я жил в Пэдливилле, у меня был енот. Енот? Не собака? Он меня очень смешил. Дашь ему банан, он не съест, пока не помоет. Но куда он девался? Сбежал. Вот видишь, сбежал. Сбежал. А собака? Можно ли себе представить, чтобы она сбежала? Собака у меня тоже была. Врешь. Врешь. Какой породы? Дворняжка. Как ты звал ее? А вот так и звал. Собакой. А, не больно же ты ее любил, если дал ей такое имя. Оно ей нравилось. Но куда девалась собака? Попала под машину. Ну вот видишь, животные от тебя либо сбегают, либо кидаются под машину. Ладно, мне пора идти. Ты, может быть, передумаешь? Вряд ли, Шери, вряд ли. Ну, я пошел. Взгляну, что делается вокруг. Так ты говоришь, он устраивается у тебя прямо в ногах. Он устраивается у меня прямо в ногах. Я чувствую, как он дышит. М? Берешь? М-м. Ну, увидимся позже, файл. Элло. Нет, только что вышел. Такого не знаю. Как его зовут, говорите? Торнадо Джонсон. Он вооружен? Ну, револьвер. Есть у него страшно? Хорошо, пришлите карточку. Фотографию, говорю, пришлите. Элло, Кари. Привет, мальчики. Привет, файл. Эллоу. Дождя все нет? Нет, дождя, файл. Ну, а что вы стоите? Проходите, садитесь. Ну, а в Свитроверсе там как? Мы там не были. А что говорит Лизия? Она ведь ездила в Свитроверс. Ей там очень понравилось. Ни одной свободной минуты не было. Каждый вечер ее приглашали на танцы или погулять. Каждый вечер, говоришь? Да, каждый вечер. Рубашка-то порвалась бы. Похоже, что порвалась, Кари. Чинить самому приходится. Ничего не поделаешь, Кари. С тех пор, как жена умерла, приходится самому. А мне Лизи чинит рубашки. Жаль, что у меня нет сестры. Она бы тоже чинила мне рубашки. Да. Так вот я говорю, Лизи каждый вечер приглашали на танцы или погулять. А вернулась из Свитроверса она одна? Она ездила одна. С кем же должна была вернуться? Ну, на прошлой неделе Майк Лей ездил в Ливерстаун покупать кобылу. Поехал один, вернулся с кобылой. Нам нет никакого дела до Майк Лэля. Оставь Лизи в покое. Понятно, нет? Не горячись, Ной. Я задал вопросы только. Нет, он только задал вопрос. Как тебе нравится? Джим! Ах так! Ной! Послушайте меня. Я всегда говорил Ною и Джиму. Говорил я вам, мальчики. Вы не имеете друзей, потому что вы горячитесь. Что бы вам пригласить хорошего парня, а прокинуть поступки, поговорить по душам, помочь, если надо? Да, ты прав, отец. Файл! М? Я погорячился. Я тоже. Было бы неплохо, если бы мы с тобой поговорили по душам. Вот это можно. Здесь есть неподалеку, где выпить. В кабачке. Ну что за разговор, Файл? Нет, хотелось бы, чтобы ты пришел к нам в гости. Мы приглашаем тебя на обед. Я непременно как-нибудь на днях зайду, Карри. А почему бы не сегодня? Сегодня придется поработать. Вам известен такой человек по имени Торнадо Джонсон? Нет, Файл. Звонили, сказали, что направился в нашу сторону. Придется поискать. Ну, по дороге он мог свернуть куда-нибудь еще? Это верно, Джим. Но он мог и не свернуть куда-нибудь еще. Пап, ты хочешь, чтобы мы были друзьями? Я ему предлагаю дружбу, он отказывается. Я тебе объяснил, как обстоит дело. Ой, да ты бы отказался, даже если был бы свободен. Я не против того, Джим, чтобы мы были друзьями. Но мне не улыбается, чтобы твой отец стал моим тестем. А ну, возьми свои слова назад, слышишь? Возьми свои слова назад, слышишь? Я могу их повторить, если хочешь. Ах, ты! Да, ему не следовало начинать драку. Это сделал бы я и успешней. Он опередил тебя. Ну, держи платок, болван. И не лезь первым, когда я рядом. Иди домой. Я убью его в конце концов. Иди, иди. Бац, и все. Иди. Мне жаль, что так получилось. Я не хотел его ударить. А, пустяки. Я тоже дрался в молодости. Мне не так доставалось. А вот кто из вас проиграл в этой драке, еще неизвестно. Неизвестно? Почему? Мы бы с тобой пообедали на славу, распили в бутылку вина, а у меня припрятана одна с давних времен. Речь шла не об обеде, Карри. Речь шла не об обеде, да. Речь шла о Лизе. Почему бы тебе и не жениться на ней? Я сам могу чинить свои рубашки, Карри. Больше, чем твои рубашки, в починке нуждается ты и файл сам. Это как понять, Карри? Ты сам нуждается в починке, парень. Стой! Это против правил. Начал, говори. Плохо ты живешь, Файл. Я не вижу, что тебе сладко спать на этой скамейке, есть по утрам вчерашний ужин и чинить рубашки. Нет хорошей жизни, ты стараешься убедить всех, что у тебя все в порядке. Нас-то, допустим, обманешь, но себя же обмануть нельзя, Файл. Вот ты говоришь, что жена твоя умерла, а ведь это не так. Она бросила тебя и уехала с этим, с учителем, будь он проклят. Каждый из нас вспомнит эту историю, но ты говоришь, что жена твоя умерла, и мы не противоречим тебе. Мы говорим, ладно, раз Файлу хочется считать себя вдовцом, будем считать его вдовцом. Бог нам простит эту маленькую ложь, она приносит Файлу успокоение. Вот почему я говорю, что ты нуждаешься в починке. Человек, который ищет успокоение во лжи, он нуждается в починке. Я б тебе не сказал этого, ты меня вынудил. Смелый ты человек, Карри. ты позволяешь себе говорить то, что думаешь. Мы снова в доме Карри. Лиззи накрывает на стол, хлопочет, торопится. Она снимает с себя фартук, хочет бежать наверх, надо еще успеть переодеться. Вдруг она замечает, что за столом не хватает одного стула, пятого. она приносит его и, зинов остальные ставит к столу. Медленно входит Ной. Ой, вы вернулись, Ной. У меня же ничего еще не готово. Не трогай ничего, Ной. Ной, не пачкай скатерть. Ну, и что он сказал? К какому часу придет? Он не сказал точно к какому часу. Вот это да. А что я сделал вздумать прийти в пять? У меня же пирог минут через десять будет готов, ведь он потеряет всякий вид. Мне снимать его с огня? Ой, Ной, я совершенно с тобой заболталась. Мне же надо пойти еще переодеться, чего доброго он меня может достать в таком виде. послушай, Лиза. Ну, подойди, пожалуйста, к телефону. Я сейчас. Хэлло. Нет, вы ошиблись. Да. А кто это говорит? Кто? Снуки. В дверях появился Джим. Под правым глазом у него здоровенный синяк. Ну, добрый. Ну, что ты собираешься ей сказать? Ну, я не знаю, чего хочет она. Ну, будь осторожен. Хэллоу! Хэллоу, Снуки. А? О, я чувствую себя превосходно. Ага. А ты? Я спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты тоже чувствуешь себя превосходно, да? Снуки, Снуки, это превосходно, что мы оба чувствуем себя превосходно. Джим. Ага. Снуки, я собирался тебе звонить. Ага. А, да, 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 ага. Да, да, да. Ну, если бы ты не позвонил, я сам позвонил бы. Ага. Да. Что ты говоришь? Совпадение, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Снуки, Снуки, это, это замечательное совпадение. Ага. Ага, да. Что? Что ты? Это правда? Поклянись. Снуки, это замечательно. Это, это превосходно. Это би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Что она тебе говорит? Она говорит, что никак не дождется вечера и что новенький фордик спрашивает, Биби, где наш Джимми? Вот скажи ей, что их Джимми, Биби, будет сидеть дома. Понял? Ну, Ной. Как знаешь. Ной! Я умываю руки. Хеллоу! Хеллоу, Снуки. Да, я... Подожди. Я не могу сегодня. А? Да... Ну... Ну, такое дело. Да я сам не знаю почему. Ну, ты не обижайся, в следующий раз. Ну, правда, в следующий раз обязательно. Подожди, ну, подожди, подожди. Биби, 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 подожди. Она трубку бросила. Ну, а что я тебе говорил? Я же говорил, что она будет преследовать тебя. Ей меня видеть захотелось. И она позвонила. Это естественно. Вон, Лиззи хочет видеть файла. Мы идем и пытаемся его притащить. Разве нет? Где Лиззи? Вы сказали ей? Ну, как я вам в этом платье, друзья? Очень. Правда? Вы знаете, оно мне и самое ужасное нравится. Ну, так что же, друзья? Что мне делать с пирогом, когда мы садимся к столу? А мы можем начать обедать в любое время, Лиззи. В любое время. Ну, что ж. За столом будет больше места. Мальчики, вымыли руки. Мойте руки, садитесь за стол. Я полагаю, бутылку мы сегодня разопьем, па. Джим, сколько раз надо повторять, чтобы ты вымыл руки? Лиззи, он хотел прийти. Он, правда, он очень хотел прийти. Он даже обрадовался, когда мы его пригласили. А он при этом не похлопал в ладоши? Да, но потом вспомнил, что нужно поймать какого-то парня. Он даже фамилию назвал, да? И сказал. Сначала служба, а удовольствие потом. Лиззи, он так сказал. Удовольствие, говорит, потом. А ну-ка, подойди ко мне, Джимми. Посмотри мне в глаза. Что это с твоим глазом? Что? Файл. Стукнул разочек. Вот как. Ты что же, Джим? Силком его, что ли, хотел притащить? Ну, Лиззи, так маленькая драка, и все. Маленькая драка. Так ты говоришь, маленькая драка. Отчего же вы не превратили ее в большую? Почему вы не повалили его? Не связали ему руки и ноги? Почему не повалокли по улице? Я вас спрашиваю. Успокойся, Лиззи. Во всем виновен я. Нам не следовало ездить в припонт. Но я говорил, что этого не надо делать. Ты, как всегда, прав, Ной. Я говорил, не надо ей ездить с Витриверс. Меня не послушались. Говорил, незачем нам отправляться к файлу. Не послушались. Ну, и что в результате? Вот. Одни неприятности. Мы только темой заняты, что стараемся выдать Лиззи замуж. Так сплавить с рук. Что делать с Лиззей? Вечно один и тот же вопрос. Ну, а кто сказал, что с ней нужно что-то делать? Ну, а что, если она вообще никогда не выйдет замуж? Ну, а что? У нее есть отец, братья, крыша над головой, которой не протекает, пара белья, кусок хлеба, который можно есть. Так вот, давайте, друзья, условимся. С этого момента мы все слушаемся, Ноя. Лиззи, для тебя всего лишь одна четвертая часть наших расходов. Во что обходится ремонт крыши, и сколько стоит обед, это ты можешь вычислить с точностью до одного пенса. Но в твоих книгах не найти ответа, как сделать человека счастливым. Да нет, нет. Вот такой счастливой она никогда не будет. Она чересчур серьезна. А если парни боятся кого-либо, так это прежде всего серьезных девиц. Поверьте мне. Иной быть Лиззи не может. Почему? Почему? Ей надо научиться курить сигареты, задирать юбку. Не так сложно. Чем она хуже, чем Лиллиан Бисли? А Лиллиан Бисли может покорить любого парня. Лиззи, я видел, как она зарканила Фила Макки. Она подошла к нему и сказала. О, если не ошибаюсь, нам расскажется галстук к горошину. Это как раз то, что мне надо. И Фил был готов. С этого дня он стал думать только о ней. И вскоре покрылся лишаями. Да что, Фил, а этот парень из Чикаго? Она ему такое на ухо сказала, бедняка чуть в канаву не свалился. Довольно, Джимми, довольно. Понимаешь, я как-то не хочу, чтобы парень покрывался лишаями или свалился в канаву. Вот хочу, чтобы стояло рядом, плечом к плечу. Что это уже так несбыточно? Да, как всегда, Джим скажет что-нибудь толковое. Мужчину нужно добывать тем способом, каким его добывают все. Неправда. А тогда мне никто не нужен. К черту их всех. Моих кузенов, Файла, всех. Всех. К черту. В двери распахнулись настиж. Все обернулись. На пороге никого нет. Тишина. Кто там? Из глубины появился человек в полосатом черном костюме. На голове у него котелок, в руке зонтик от дождя. Зонтик мокрый. Билл Старбак. Так зовут меня. Леди этого дома, хелло. Хелло. Леди ждет гостей, не так ли? Иначе к чему такое нарядное платье? Прежде чем входить, нужно стучать. Это мучат с детства. Я стучал. Я стучал так, что думал, дверь слетит с петель. Послушайте. Чем мы вам можем быть полезны? Вопрос поставлен не совсем правильно. Не могу ли я вам быть полезен? Вот с чего следовало бы начать. А мы никого не вызывали. Это ничего не значит. Вы в беде. И я пришел вам помочь. Фонарь здорово светит и обещает светить еще ярче. Ферма ваша, сэр? Нет. Я веду хозяйство. Ферма принадлежит отцу. Переговоры предпочитаю вести с вами, сэр. У меня не так уж много времени, поэтому позвольте приступить прямо к делу. Что вы думаете делать со скотом? А вам нет никакого дела до нашего скота. Сегодня ночью вы застрелили двух телок. Если будете продолжать так и дальше. Скоро ведь ни одной не останется. Но вы же знаете, у нас засуха. Да. Вы знаете, куда ни приду, только одно слово и слышу засуха. Но там, где ступает моя нога, идет дождь. Он бежит за мной по пятам. Мне кажется, у этого человека не все в порядке. А вы точнее говорите, леди. Сумасшедший. Да. Вы знаете, в глазах большинства людей я сумасшедший. Простите. Я, кажется, не представился. Билл Старбак. Я тот, кто продает дождь. Он вытащил из кармана дудочку и приставил ее к губам. Факир. Знаете, я читал об одном Факире. Его то ли посадили в тюрьму, то ли выгнали из города. Не удивляйтесь, сэр. Его даже могли вздернуть на веревке. Вы действительно можете вызвать дождь? Настоящий дождь. Дождь есть дождь, парень. Он идет с неба. Знаешь, маленькие мальчики бегают под дождем, визжа от восторга, как поросята. Деревья простирает к нему свои обнаженные руки. Птицы полощут крылышки в лужах. Солнце любуется собой, отражаясь в его каплях. Дождь. Рекомендую. Сколько просите за него? 46 долларов. И в течение 24 часов дождь пойдет во что бы то ни стало гарантией. Ты еще ребенок, Джим. Ну и не будь дураком. Не беспокойся. А как вы это сделаете, Старбак? Дело будет сделано. А как? Не все ли вам равно? Может, я взмахну моей шляпой И прокричу несколько загадочных фраз Или выстрелю из пушки, Которой прибегаю в особо тяжелых случаях? А может, всего-навсего дуну в эту дудочку? Или пропою песню О трех убитых братьях И о матери, которая ждет своих сыновей? И это будет так печально, Что небо и зайдет слезами. Не будем говорить, как я это сделаю. Сделаю! В каких местах вы вызывали дождь? Вы можете их назвать? Город, где я в последний раз вызывал дождь, Теперь носит имя Старбака В мою честь. Если бы не я, Вы бы называли его сейчас городом мертвых. Я ударил в свой барабан. И вскоре надо мной появилось маленькое облачко. С куриное яйцо. Оно одиноко плыло по небу, Сверкая и разрастаясь. Постепенно оно приобрело очертания огромного дерева. Вскоре на горизонте появились и другие облака. Перегоняя друг друга, Они торопились к городу. Можно было подумать, Что это стадо бизонов Мчится к водопою. И дождь хлынет. Его набирали в ведра, В корыто, В бочонки. Его ловили Прямо в ладони. Когда я уходил, Радуга, Как разноцветная арка, Стояла над моей головой. Да не заговаривайте нам зубы, Я даже мошенник, Ной. Больно это слышится, Больно. Сестренка, Я, может быть, и сумасшедший, Но я не мошенник. Я не мошенник, Хотя бы потому, Что 46 долларов, Это ровно столько, Во что мне обходится вызов дождя. Я на этом деле не зарабатываю ничего, Если не считать любви, Которой меня награждают люди. Прощайте. Ной. Пар. Ну, Лизи, Лизи. Постойте, Старман. Я же не назвал вас мошенником. Ну, па. Но я не сказал и того, Что согласен уплатить 46 долларов. Ну да, 46 долларов кошки под хвост. Тебя станет. В крайней случае, Ты их приставку купишь на поездку в Свитриверс И на новое платье. А я против. Позвольте мне все-таки сказать Несколько слов. Леди и джентльмены, Вы не можете не согласиться на мои условия, Потому что посевы ваши гибнут. И если у вас есть хотя бы один шанс Против ста, Вы же не имеете права им пренебречь. Потому что предсмертные мычания тёлок Ещё звучат у вас в ушах. Потому что ночь сегодня Будет такой жаркой, Что земля раздуется И лопнет. Дело сделано, Старбург. Получайте. Ну, о том, что дело будет сделано, Я догадался сразу, Как только вошёл в этот дом. Простите, каким образом? В вас четверо. Приборов на столе пять. И тогда я сказал самому себе, Это место Приготовлено для тебя, Старбак. Старбака пригласили к обеду, И вся семья села за стол. Обед прошёл в напряжённом молчании. И вот, наконец, Лизя убирает со стола, Отец усаживается в кресло-качалку, Закуривает, Но и снова занялся своими книгами. Билл Старбак начал своё приготовление к вызову дождя. Он достал из саквояжа зажжённую свечу И начал вытаскивать разноцветные ленты бумажного серпантина. Джим наблюдает за каждым движением Старбака, Боясь что-либо пропустить из-за его таинственных манипуляций. 46 долларов. Я вношу их в графу убытков, отец. Подождите, Ной. Если вам так необходимо отчитаться в этих 46 долларах, Я продиктую. Пишите. Сегодня в дверь к нам постучался человек, Назвавшийся Старбаком. Мы накормили его обедом И дали ему 46 долларов, которые он просил. Желая нас отблагодарить, Этот человек вызвал дождь. Запишите. Да, хорошо бы мы выглядели, Если вместо цифр я бы записывал в эти книги стихи. Дождь льёт, как из ведра. Не правда ли? А у меня в запасе ещё 23 часа, Леди. Ну-ну. Продолжайте, Старбак, продолжайте. Друзья мои, запаситесь терпением. Дождь не любит, когда его торопят. А кроме того, мы ведь ещё не решили, какой дождь нам нужен. Ну как какой? Дожди бывают разные. Есть дождь, как мухомор, липкий. Наводит на сердце тоску. Известен под названием моросящего. Нужен нам такой дождь? Па. Нет. Отбросим его? Отбросим. Отбросим. Есть дождь крупный, но редкий. Напоминает плохо прикрученный душ. Предназначен для цветочных клумб, высаженных пожилыми леди. Нужен нам такой дождь? Па. Нет. Отбросим его? Да. Отбросим. Существуют апрельские ливни. Лат. Они потому и называются апрельскими, что их можно вызвать только в апреле. Они вне нашей власти, забудем о них. Есть дождь, смешанный с градом. Вместе с каплями воды на землю падают льдинки, крупные, как сливы. Они могут побить наши посевы. Да, да. Откажемся от него. Наконец, существует потоп. Это самый большой дождь. Он яростен и необуздан, но не просите о нем, он требует очень большой возни. Востовство этого человека беспредельно. Я не могу работать в атмосфере подозрений и насмешек. Послушайте, вы просили 46 долларов. Мы их дали. Ну, чего вы хотите? Вы должны быть уверены, что дождь пойдет, иначе ничего не получится. А, понятно. Потом он скажет, что дождь не пошел, потому что мы не были уверены, что он пойдет. Нет, не совсем так. Но я сейчас все объясню. Уверен должен быть я, конечно. Но дело в том, что если вы начнете сомневаться, у меня ведь тоже возникнут сомнения. И тогда все пропало. Вы можете украсть эти 46 долларов. Но это все, что вы можете украсть. Вера наша и надежда наша останутся при нас, Старбак. Так дело не пойдет, друзья мои. Вот вам ваши 46 долларов. И можете вызывать дождь сами. Старбак. Па! Ну, па! Ну, ты сидишь, сидишь. Старбак! Нет, 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 нет. Я не сомневаюсь, Старбак. Я не сомневаюсь. Мне нужны помощники. Одному мне не справиться. А чем разговор? Я и Па, мы сделаем все, что надо. А Ной? Да оставьте вы меня в покое. Ной, деньги внесены. Игра началась. Но неужели ты не можешь сделать хотя бы вид, Ной? Ой, ну а в чем должна выражаться моя помощь? Я скажу, когда она понадобится. А вы, леди? Ну, а на меня не рассчитываете. А она нам не нужна. Какую помощь может оказать женщина? Приступайте к делу. Ну, ладно. Ладно. Так. Предупреждаю. Все, что я буду просить вас сделать, на первый взгляд может показаться бессмысленным. Вас это не должно смущать. Джим, ко мне. Вон, видишь моя тележка? На ней барабан. Да. Иди туда. Так. И каждый раз, когда почувствуешь, что не бить в него не можешь, бей. Понял? Пошел. Слушайте меня внимательно к карте. Старбак. Когда начать? Ты здесь еще. В моей тележке вы найдете ведро с белой краской. Это не простая краска. Возьмите кисть и нарисуйте на заборе большую стрелу. Она должна указывать от дома. Меры предосторожности не излишни. На всякий случай молнию надо отвезти. Это не лишено смысла. Так. Так. Плохо. Очень плохо. Нужен мул, а мула нет. Мул есть. Великолепно, мой. Вы даже не можете представить, как вы меня обрадовали. Скажите, у вас найдется веревка? Конечно. Ради бога. Свяжите мулу задние ноги. Позвольте. А это зачем? Не задавайте вопросов. Вы согласились помогать? Ты будь я проклят. Связать мулу задние ноги. Ой, неужели я это сделаю? В комнате остались только двое. Лиззи и Билл Старбак. Лиззи полна равнодушия. Она вяжет чулок. Билл садится против нее и вынимает свою дудочку. Билл просается к двери. Молодец, Джим. Умница. Давай, 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 давай. Назначаю тебя моим первым помощником. Ну что? Довольны? Вы добились своего? Мало этих 46 долларов. Вам надо еще над нами поиздеваться. Зачем вы дали им эти дурацкие поручения? Чтобы остаться с вами наедине, Лиззи. Как? Мне надо поговорить с вами, Лиззи. Так вы еще и трус. Если вам надо было со мной поговорить, вы бы так и сказали. Лиззи, мне надо с вами поговорить. Вот сейчас возьмете и оторвете пуговицу. А это платье вам очень к лицу. Для кого вы его надели? Кого вы ждете? Я никого не жду. Нет, ждали. Ждали, а теперь не ждете. Он не придет. Он вас разлюбил. Да я не желаю вам отвечать. Вы слышите? Подождите, я не вопрос. Господи, ну пустите меня. Ну подождите. Когда я вошел в этот дом и еще не успел сказать ни одного слова, вы сразу же меня возненавидели. Почему? Ну пустите меня. Ну ответьте, почему. У вас уверенная походка. Я сразу поняла, что от вас нелегко будет отделаться. Черт возьми! Почему же вы все время стараетесь оскорбить меня? Почему вы беретесь судить обо мне? Кто вам дал право не доверять мне? А может быть, когда я родился, Бог шепнул мне на ухо сокровенное слово. Может быть, он сказал мне, Билл Старбак, у тебя не будет в этом мире ни белой лошади с золотым седлом, ни славы в серебряных трубах. У тебя не будет даже своего угла. Но дождь, он будет подвластен тебе. Это единственное мое благословение. В мире такого благословения нет, Старбак. Ах, Лизи, Лизи, ну как мало вами познан этот мир. Я хожу по цветущей земле из края в край и встречаю своих братьев. Каждый из них наделен возможностями, прекрасными как небо. Врач кладет руку больному на сердце, А тому легче дышится. Сеятель бросает семена в землю, И золотые колосья, Стройные, как любимая девушка, Тянутся к солнцу. Сочинитель пишет книгу, Над которой люди смеются и плачут, И через тысячу лет после его смерти. А я... А я всего-навсего Вызываю дождь. А я вам не верю, Старбак. А вы как Ной. Вы ни во что не верите. Вы надеваете новое платье, И когда ваш возлюбленный не приходит, Вам кажется, что он уже не придет никогда. Мне жаль вас, Лиззи. Жаль. Вы даже не верите в то, что вы женщина. А если женщина не верит в то, что она женщина, Она ведь и взаправду не женщина. Лиззи остается одна, Наедине с своими мыслями. Мы снова в конторе шерифа. На стене прибавилась фотография еще одного преступника. В профиль и в пас. В ней мы легко узнаем Билла Старбака. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я так толком и не понял, Что этот Джонсон натворил. Но, думаю, Никакого вреда ему не будет, Если он немного отдохнет за счет государства. Больше ничего не произошло, Файл? Звонила Леди Киллей. Говорит, что слышала раскаты грома. От жары? И не такое может взбрести в голову Леди Киллей. Странный гром. Она говорит бум, бум, бум через равные промежутки. Все ясно. Старуха выжила из ума. Что-то должно произойти. Тишина такая, как перед взрывом. Воздух полон электричества. Волосы трещат, Стоит только поднести к ним гребешок. Знаешь, жена говорит, Ощущение такое, Как будто ходишь в тофтовом платье. А я ей говорю, Вот ты все приставала ко мне, Купи тофту на платье. Вот считай, что я тебе ее уже купил. Что-нибудь случилось, Фаль? Нет, нет, ничего же. Сторож говорит, Что здесь был Карри с сыновьями. А, пустяки. Предлагали опрокинуть по рюмке. Нет, он говорит, Что Карри младший Вышел отсюда, Держась за скулу. Мне зачем сторожу Ссовать нос, куда не следует. Все ясно, мне тоже. А я передумал, шериф. Ты мне утром предлагал щенка. Я, пожалуй, возьму. Мне очень жаль, Файл. Я уговаривал тебя целую неделю. Сегодня у меня обедал приятель. Он очень просил. Ну, словом, щенок уже у него. Ладно, забудем этот разговор. Скажи, Файл, Ты передумал После того, Как здесь был Карри с сыновьями. Тьфу, господи. Ну, что общего Между крохотным щенком И стариком Карри С его сыновьями-ферзилами? Что с тобой, Файл? Что с тобой? Возьми себя в руки. Прости, шериф. Жара. Я, пожалуй, пройдусь. Ты не будешь возражать? Иди, пройдись. А я займусь бумагами. Надо же когда-нибудь привести их в порядок. Если понадобишься, Где тебя искать? Я скоро буду, шериф. Солнце зашло, А небо по-прежнему оставалось безоблачным. В доме Карри, казалось, Были сделаны все необходимые приготовления. Сам Карри нарисовал на заборе стрелу. Джим продолжал время от времени бить барабан. Старбак поливал из лейки вокруг дома землю. Оно и снова погрузилось в свои расчеты. Ему здорово досталось, Когда он перевязывал мулу задние ноги. Одна только Лиззи оставалась безучастной. В столовую входит Карри. Он весь перемазан краской. Ной встает, Чтобы выпить бутылочку лимонада, Приготовленного Лиззи. Он заметно хромает. Слушай, па, Можно подумать, Что ты никогда не держал в руках кисть. Ты же весь в краске. А ты все хромаешь. И здорово же он тебе лег думной. Но видишь ли, Когда мулу легает, Он легает здорово. Трава сухая, И я поскользнулся. Ведерко, как на грех, Выпало из рук. Пришлось стрелу немного укоротить. Теперь Билл говорит, Что он за нее не ручается. Нет, маленькую молнию, Она, возможно, отведет. А вот справится ли с большой, Неизвестно. Ну вот пусть он делает так, Чтобы большой молнии не было. А я ему говорил об этом. А он ответил, Вы, говорит, думаете, Что я всемогущий. Какая будет, такая и будет. Джей! Ну прекрати! Ну прекрати, ради Бога! Ну что ты за человек, а? Что ты без устали бьешь в этот дурацкий барабан? Ну прекрати, тебе говорят! А Джиму нравится бить в барабан. Ага, еще бы. Ему досталась самая легкая работа. В дверях сперва появляется барабан. В мире вряд ли отыщется другое таких же размеров. Затем сам Джим. Не надо испытывать моего терпения, Джим. Я бью только тогда, Когда не бить не могу. А ты попробовал бы устоять. Если парень не будет тренировать свою волю, Настоящий мужчина из него не получится. Против внутренней необходимости устоять невозможно. Слушай, ты, болван, Когда Господь Бог отпускал тебя на землю, Он в попыхах забыл вложить твою голову в мозги. Дай сюда. Дай сюда. Иди отсюда. Не дай. Джим. Ты не заметил, Нет ли маленького облачка? А, еще что захотели. Ни маленького, ни большого, Можете не спрашивать. Облачко появится, появится. Оно сначала будет с куриное яйцо, Потом начнет разрастаться И превратиться в огромное, как дерево. Сомневаюсь. Ух, вот если бы заглянул в тележку Билла, Ты бы рассуждал бы иначе. Па, па, чего там только нет? Подзорная труба, Теннисная ракетка, Циркуль, И даже обруч с колокольчиками. О, чтоб дурачить доверчивых людей. А что ты скажешь на это? Да, эта книжка лежала на самом дне, Под ворохом разноцветных бумажных стружек. Па, Каждый, Кто разгадает тайну этой книги, Сможет вызывать дождь. Я это сразу понял, Как только заглянул в нее. Вот смотри. В стратосфере Наблюдаются облака перламутровые, И облака серебристые. Для облакообразования, Кроме понижения температуры, Необходимо наличие в воздухе Ядер конденсации, Конденсации, Возле которых Могли бы возникать Облачные элементы. Ты понял? Вздор какой-то. Вот, вздор. Билл Подарил мне эту книгу. Он даже Надписал ее Джиму Карри, Который смотрит на мир Широко открытыми глазами. Долго беседовали с ним. О чем же вы беседовали? О многом. Я ничего не понял, О чем он говорил. Но он Не рассердился на меня, Не кричал. А я ему рассказал, Как учился в школе, Как мне Не удавалось Получать хорошие оценки. И еще ему рассказал О снуке. Я пыталась заснуть, Наверху можно задохнуться, Аджар. А еще Джим. Со своим барабаном. Опять появился Старбак, Подошел к граммофону, И зачем-то принялся Осматривать трубу. Я могу быть уверен, Что эта штука Не начнет стрелять. Вы можете быть Абсолютно уверены, леди, Эта штука Не начнет стрелять. Алло. Нет. Его Дома нет. Нет, не сказал. Да. Да, да. Пожалуйста. Не меня ли спрашивали? Да, тебе. Это была Снуки? Да, Снуки. Ты даже Не счел нужным сказать, Что спрашивают меня? Я избавил тебя От неприятного разговора. В конце концов, Я сам мог сказать, Что меня нет дома. Слушай, ну как ты мог сказать, Что тебя нет дома? Ведь глупости. Глупости, ерунда, Других слов у него нет. Подумаешь, какой умник? Слушай, ты что орешь, а? Что ты орешь? Ты что, дня уже не можешь прожить без этой девки? Ну, пожалуйста, еще не все потеряно. Бери трубку. Называй номер телефона. Джим, ну и прав. Позвони ей, чего там. Ну, смелее, парень. Смелее. Я номера ее не знаю. Пустики какие. Для того и существуют справочные. На это уйдет не более 30 секунд. Ну, Джим, смелее, смелее. Ну, Карри, ну подтвердите, Что мой совет не так уж плох. Ему своей головой жить, Старбакс. А вы почему молчите, Лиззи? Старбакс. Старбакс, оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое, Или я вас ненавижу. Джим. Вы напрасно вмешивайтесь в дела нашей семьи. Мы просим вас впредь этого не делать. Ты еще раз давал себе слово Не вмешиваться в чужие дела. Но, вероятно, я неисправим. А может, для меня просто нет чужих дел. Ну, как бы там ни было. Прошу прощения, Лиззи. Ной, прошу прощения. Карри, прошу прощения. Джимми самолюбив. Ты не должен был оскорблять его самолюбие. Это еще при всех. Знаешь что? Мальчишка отбился от рук. Да тебе же доставляет удовольствие Делать ему замечания. Ой, господи! Да освободи ты меня от заботы об этом доме. Ну, пусть кто-нибудь снимет с моих плеч Эту тяжесть. Я не досыпаю. Не жалея сил, вожусь с хозяйством. Забочусь о сестре. Оберегаю брата от глупостей. И что же взамен? Упреки. А тебе не зачем заботиться о Джимми и Лиззи. Достаточно того, что ты ведешь хозяйство. Ну, нельзя так рассуждать, отец. Ну, нельзя. Вот хозяйственные дела, вот дела семьи. Они тесно связаны между собой. Возможно, ты и прав. Но ты хочешь управлять семьей теми же методами, какими ведешь хозяйство. Из этого ничего хорошего не получится. Ну, что хорошего получилось из твоих методов? Убедиться нетрудно, вот. Достаточно взглянуть на судьбу Лиззи. Хвастаться, как будто нечем. Что ты хочешь этим сказать? Да ты подумай. Подумай и поймешь. Что он сказал, Лиззи? Не обращай внимания, па. Жара. А он не сведет с ума. Нет, Лиззи. Он сказал, что я виновен в чем-то. Это правда? Я что-либо сделал не так? Ну, что ты, па. Все правильно. Я самая красивая из всех женщин. Об этом мне сказал Пит, и ты так думаешь. И разве вы ошибаетесь? Я умею читать и писать. Я могу стряпать обед и шить себе платье. Ты дал мне все, что мог. Дочь у тебя умница. Она честная, порядочная девушка. До того, порядочная. Что самое противно. До омерзения, порядочная. Не говори так, Лиззи. Он сказал, что я должна добыть себе мужа тем путем, каким его добывают все. Может, это не так глупо, па. Выбрось это из головы. Слышь меня. Выбрось. Не думай об этом. Господи, ну почему же не от дождя? Единственное, чего нам не достает, дождя. Нам же нужен боток, чтоб всех затопило, чтоб смыло в беду, чтоб наступил конец света. Лиззи, тише, 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 тише. Ну зачем, чтобы люди слышали? Лиззи. Ну, что с тобой? Лиззи. Завтра же. Позвоню Лилиан Бесли и попрошу ее научить меня, как надо жить. Ну что ж. Мне будет стыдно за тебя. Ну и только. Ну что ж, валяй. Тебе не будет за меня стыдно. Это же будет уже другая Лиззи. От прежней не останется ничего, кроме имени. Эта новая Лиззи будет ходить примерно так. А говорить она будет, ну, примерно так. Джо Дэми. Какие у вас чудные. Какие у вас прекрасные волосы. Ром, вы сегодня похожи на Аполлона. Что? Ну его нельзя не знать, мой мальчик. Это был мужчина, что надо. Ох, какие чудные зубы. А можно Лиззи их пересчитает? Раз, два, три. Ну-ну. Не кусаться, мой мальчик. И не надо меня щекотать. Лиззи боится щекотки. Она может умереть. Вы ведь этого не хотите. Вы ведь не этого хотите. Пошел вон, болван. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас весело, Лиззи. Можно войти? Места хватит всем. Отчего же не войти? Добрый вечер, Лиззи. Добрый вечер. Старики говорят, за всю жизнь не помним такой засухи. Я жалею об утренней истории, Карри. Так получилось глупо. Это ты уже говорил, Фавел. Я пришел сюда, чтобы сказать об этом Джиму. Что верно, то верно. Джиму ты не говорил. Он наверху, я сейчас пришлю его. Джимми, спустись-ка вниз. Вот и хорошо, Лиззи. Не придется мне лезть наверх. Ноги болят. Лучше я посмотрю, что делается в коровнике. Я скоро, Фавел. Хотите лимонаду? Нет, Лиззи, спасибо. Лимонад, собственно, называют так, потому что готовят его из лимонов. А я приготовила из слив, так что, пожалуй, правильнее будет назвать его не лимонадом, а слива ад. Пожалуй, правил здесь нет. Ты звала меня, Лиззи? А, файл. Хелло, Джим. Хеллоу, хеллоу. Покажи-ка глаз. Я пришел, чтобы сказать, что жалею об этой истории. Ну, а о чем разговор? Что было, то было. Вот это по-мужски. Разумеется. А это файл! Вот так файл! А это файл! Шериф думает, леди Килли сошла с ума, слышит раскаты грома. По-моему, это музыкальное упражнение Джима. Садитесь, файл. Джим чуткий парень, он понял, что я пришел не к нему, а к вам. Что вам от меня надо? Выслушать меня. Сегодня утром ваш отец сказал мне... Словом, все в городе знают, что жена моя умерла, что я вдовец. Я пришел сказать, что это не так. Жена бросила меня. Я это знала, файл. Мне необходимо, чтобы знали от меня. Почему? Я не хочу, чтобы люди думали, будто файл боится называть вещи своими именами. Что случилось, файл? Мой отец вас обидит. Всю жизнь, превыше всего, я ставил свою независимость. Сегодня утром я понял, что утратил ее. Люди мне говорят, человек, который прибегает ко лжи, нуждается в починке. Прислушайся к нашим советам. Если же я отказываюсь от их советов, они мне напоминают. Не забывай, ты перед нами в долгу. Не забывай, ради тебя мы обманываем Бога. А я не хочу быть в долгу ни перед кем. Жена бросила меня, я это утверждаю. Сейчас я пойду и каждому, у кого встреча на пути, скажу об этом. И впредь пусть никто не смеет учить меня, как надо жить. Если мне нравится есть вчерашний ужин, я буду есть вчерашний ужин. И это не касается никого. Прощайте. Подождите. Нет уж, подождите, Файл. Вы несправедливы к людям. Вы озлобленный, несправедливый, Файл. Наши люди не очень образованы, быть может. Но они добры и простодушны. Не надо думать о них так плохо. Если они делают что-либо хорошее, они делают это бескорыстно. Но прежде они присматриваются к человеку. А стоит ли он того? Когда вы приехали из Пэдл Вилла, они же не сразу отдали вам свои сердца. А теперь они верят в вас. Верят. Это же кое-что значит, Файл. Они хотят вам добра, а вы кричите, что посягают на вашу независимость. Да чем вы гордитесь? Файл. Независимостью есть вчерашний ужин. Одиночество. Я не знаю одинокого человека, который был бы счастлив. Если ему протягивают руку. Он не имеет права ее отводить. Мне надо подумать над тем, что вы сказали. Вы говорили так искренно. Я вам очень благодарен. Файл здесь. Ты не видела мою зеленую папку, Лиззи? А-а-а. Вот они. Вот так. Мы говорили... Да, собственно, о чем мы говорили. Вы рассказывали о своей жене, Файл. Нет, я не рассказывал о жене. Я... Могу рассказать, если хотите. Она была красива, Файл. У нее были светлые волосы. А я всегда говорил, если у женщины светлые волосы, она уже на полпути, чтобы быть красивой. Да, это по меньшей мере на полпути. Бежала она со школьным учителем. Он был из Луиззвиля. Он был близорук и носил очки. Руки у него были белые, мягкие, как у женщины. Ходил он так осторожно, что мне казалось, вот-вот упадет в обморок. А рядом был я. Когда в прошлом году мне прострелили плечо, я даже не застонал. Железный пруд могу связать узлом. В подброшенную монету попадаю с двадцати шагов. Никогда не пойму, ну что же хочет женщина. Ей мало что ее любят. Она должна знать, что нужна вам. Видимо, этому учителю она была нужнее. Больше, чем мне, она никому не могла быть нужна. Она знала об этом, вы ей сказали. Может быть, она осталась бы, если бы вы сказали ей. Она бы осталась, непременно осталась. Но я мужчина, я не произнес ни слова. Гордость. Потому-то вы и одинокий, Файл. Послушайте, если женщине надо говорить, чтобы она осталась, так лучше, чтобы она ушла. А если бы вам пришлось снова пройти это? Я бы сделал то же самое. Всего два слова, вы их не сказали бы. Нет. Ну вы же дурак. Простите. Простите меня, Файл. Сядьте, умоляю вас. Сядьте. Сядьте, Файл. Господи, ну почему так несерьезно мы с вами разговариваем? Файл, вы любите серьезные разговоры? Вы знаете, например, недавно я читала книгу о Вашингтоне. Его называют отцом нашей страны. Какой это был великий человек, Файл. Но вы же не любите читать книг. Нет, вы человек занятой. Вашингтон великий, а вы занятой. Ну неплохо же звучит, Файл. Да, вы напрасно не пришли к нам обедать. Правда, я испекла пирог, о котором можно только мечтать. Я вообще обожаю печь пироги. Единственное, что люблю больше, Файл, это держать пари. По любому поводу. Вы знаете, что самое забавное, Файл? Я выигрываю. Я всегда выигрываю, я даже не знаю. Ну, как это у меня получается. Так что остерегайтесь меня, Файл. Будьте послушным мальчиком и не держите со мной пари, если вы не будете послушным мальчиком, Файл. Это же противно. Ну, за кого же вы меня принимаете? Что случилось? Он пробежал мимо нас, не сказав ни слова. Он бежал так, будто за ним гнались. Он меня чуть с ног не шип, Лиззи. Боже мой. Ну вы же послушивали за дверью. Извини, Лиззи, но мы не могли не проявить любопытства. Что он сказал, Лиззи? Что ты сказала ему, а? Ничего. Ну, вы о чем-то разговаривали? Да, я старалась добыть себе мужа. У меня не получилось. Ой. Твоей вины здесь нет, Лиззи. Виновен он. Да нет, он не виновен. Ты отлично знаешь, чья здесь вина. Ты хочешь сказать моя? Ну, наконец-то. Наконец-то ты понял. Ной, ну я устала. Когда она была ребенком, ты умилялся. Ах, какой способный ребенок. Она подросла. И ты привил ей отвращение к той жизни, которой живут все. Вдолбил в голову, что она красавица и научил мечтать. Я не вижу в этом ничего плохого. Да ведь плохое в том, что ты всю жизнь лгал ей. Ну прекрати это, Ной. Да ладно. Ты тоже виновен, Джим? Каждый раз, стоило мне начать говорить о Лиззи, ты с пены у рта доказывал, что я ослеп и не вижу ее достоинств. Достоинства эти не очень-то ценятся в наше время. А вот то, что она некрасива, ты это знаешь не хуже меня. Да и пора, наконец, прекратить лгать. И сказать ей правду в глаза. Лиззи, поверь мне, я единственный человек, который любит тебя настолько, что осмеливается сказать тебе правду. Ты некрасива, Лиззи. Черт возьми, ну прекрати. Заткнись! Лиззи, взгляни на себя в зеркало. Ты видишь, я прав. Отдай зеркало! Отойди, болванка! Ах тогда! Ах тогда! Ах тогда! Ах тогда! Жень, куда ты лезешь? Ах так! Куда ты лезешь? Пустите меня, Старбак. Оставь, иди проветривайся. Пустите меня, Старбак, он меня ударил. Иди проветривайся. Он меня ударил, Старбак. Иди на улицу. Хорошо. Иди на улицу. Хорошо, я уйду. Я уйду, но вы все об этом пожалеете. Ты об этом пожалеешь. Ноги в этом доме моей больше не будет. И я... Болван! В следующий раз знаешь что? До следующего раза я научу его драться. Слушай ты, ну как тебя там, факир что ли? Ну убирайся отсюда, к чертовой матери! Я уйду, когда сочту нужным. И пока я здесь, не смейте называть этого паренька болваном. Не вам судить о нем. Слушай, тебе сказали, чтоб ты убирался отсюда. И пока я здесь, не смейте называть ее некрасивой. Вы не знаете, что такое красота. Тебе уже говорили, но не вмешивайся ты в дела нашей семьи. Я не могу стоять в стороне. Всю жизнь я боролся против таких, как вы, Ной. Против таких благоразумных, безупречных. Я часто проигрывал. Но я никогда не успокаивался. Между нами не может быть мира. Не может. Не может. Да. Я жалею, что поднял руку Наджима. Но ни от одного сказанного мной слова я не отказываюсь. Ной? Достаточно. Сегодня, может быть, и не стоило начинать этот разговор. Но так уж получилось. И чтобы покончить с ним, я доскажу. Нет мужчины, которого ты смогла бы осчастливить Лизии. Пойми это, наконец, и примирись со своей участью. Ты останешься старой девой. И чем скорее ты это поймешь, тем для тебя же будет лучше. Забудь все, о чем он говорил. Я останусь старой девой. Глупостью? Да нет. Он, в общем-то, прав. Пройдут годы. Джим женится. В один прекрасный день женится иной. Его трудно представить себе женатым. Но он женится тоже. У них родятся дети. А я буду приходить в гости. И чтобы уж не сомневаться, что рада моему приходу, буду приносить подарки. Я буду гостящей теткой. Но и будет говорить сыну, будь ласков с тетей, у нее больные нервы. Жена Джима скажет, не пора ли ей уезжать. Она гостит у нас уже целую неделю. И Джим ответит ей, ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Я буду смешной и жалкой, па. Что же делать? Ной хочет убить в тебе веру в то, что ты женщина. А если женщина сама не верит в то, что она женщина. Где-то я слышал эти слова. Ах, да. Мне их говорил Старбак. 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 Он хотел, чтобы я осталась с ним наедине. Я останусь с ним наедине. Лиззи. Лиззи. Наступила ночь. Но она не принесла людям облегчения. Старбак забрался на чердак амбара, чтобы немного передохнуть от дневных трудов и волнений. Ему не спится. Вдруг послышались чьи-то шаги. Старбак увидел на пороге Лиззи. Вы? Я пришла... Лиззи? Пришла вас поблагодарить. Я сказал только то, что думал. В отношении Джима, да. Я был искренен и тогда, когда говорил о вас. Я не верю. Ну, за что ж тогда благодарить? Что с вами, Лиззи? Вы отказываете меня в искренности. Не думайте обо мне, как Ной. Думайте, как Лиззи. Я побеспокоила вас. Старбак, простите. Останьтесь. Прислушайтесь к ночи. Слышите? Звист. Это наша планета летит сквозь ночь. И мы одни. Ну, не верю я вам, Старбак. Странно, вы понимаете. Все, что касается вас, странно. И то, как вы появились в нашем доме. И этот дождь, который вы обещали. Манера говорит. Даже... Даже ваша фамилия. Вот исчезните вы сейчас на моих глазах. Я не удивлюсь. Старбак, это моя выдумка. Старбак. Это слово обладает громким Ба и раскатистым Р. Чувствуете, в нем слышатся раскаты грома, грохот обвалов. Ну, впрочем, были и другие причины, по которым я решил изменить свою фамилию. Старбак. Ничего звучит. А я всего лишь Лиззи. Лиззи. И это имя подходит мне, но так же некрасиво и обычно. На свете есть десятки удивительных имен. Они принадлежат другим. Лаура, Офелия, Беатричи. Они были обычными и некрасивыми, пока их не воспели поэты. Лиззи. Лиззи, хотите, я прославлю ваше имя? И оно будет казаться недосягаемым. Старбак. Старбак, вы же опять хвастаетесь. Ну, нет у меня для этого причин. Я такой же, как все и ничем не отличаюсь от любого из вас. Вы способны вызывать дождь. Каждый человек способен вызвать дождь. Опять вы говорите загадками. Ах, Лиззи, Лиззи. Сегодня утром я проезжал по вашим полям. Видел истерзанную землю. Видел посевы, которые лучше не видеть. На дорогах стояли люди, всматриваясь в небо. В их глазах окаменели тоска и отчаяние. И тогда я сказал самому себе, Билл Старбак. Если чужое несчастье ты принимаешь так близко к сердцу, дождь не может не пойти. Сделай так, чтобы он пошел. Верь, и он пойдет. Если человек хочет сделать добро людям, для него ведь нет ничего невозможного. Ни на земле, ни в небе нет такой силы, которая могла бы устоять против него. И это все? Что в этом вся тайна? Так вы мечтатель, Старбак. Ну что же, мне вас искренне жаль. Законы действительности и поэзии расходятся. Это древняя истина. Мир в руках трезвых, благопристойных людей. Они сильнее нас. Я повесился бы на первом попавшемся дереве, если бы хоть на минуту поверил вам. Нет, Лиззи, нет! Над нами смеются. Нас называют чудаками. Переманивают наших женщин. Обрекают на голод, скитание. А мы пробиваемся сквозь камни, как трава пробивается к солнцу. Жизнь сурова. И мечты ваши останутся мечтами. Смотрите, дождя все нет. Он будет. Он будет, Лиззи. Я не дам мною торжествовать. Клянусь всем, что дорого мне в жизни, дождь будет. Если бы я была такой же сильной, как вы. Верьте в себя. Вы женщина. Лиззи, вы... Лиззи, вы очень красивая женщина. Поднимитесь ко мне. Я прошу вас. Ну же. Дайте руку. Лиззи, я смотрю на вас. И мне кажется, что нет женщины красивее, чем вы. Скажите. Вас целовали когда-нибудь? Перед вами стояли на коленях. Ради вас лишались сна. Нет. Нет. Однажды, впрочем, меня поцеловали. Это было давно. Мне едва исполнилось 12 лет. По соседству с нами жил мальчик. Такой, знаете, рыжий мальчик. На всю жизнь я запомнила полдень, в который он меня поцеловал. Я возвращалась из школы. А он стоял неподалеку и о чем-то спорил с приятелем. Вдруг он подбежал ко мне, схватил меня за плечи, поцеловав, помчался назад. Я потом слышала, как он сказал приятелю. На спор я поцелую даже свинью. Закройте глаза. Что? Вы должны закрыть глаза и повторять за мной то, что я вам буду говорить. Зачем? Так надо. Закройте глаза. А теперь повторяйте. Я красивая. Я очень красивая. Я не могу, Старб. Я требую, я требую. Повторяйте. Я... 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 Я красивая. Зачем вы? Это Старбак? Невозможно было вас не поцеловать. В тот момент, когда вы сказали, что вы красивые, вы действительно стали красивыми. Я боюсь вам поверить. Я же знаю. Я поверю вам, Старбак. Я боюсь. Перестаньте плакать. Вы ведь не смеетесь-то до мной. Это было бы очень жестоко. Перестаньте плакать и посмотрите мне в глаза. Что вы видите? Я вижу... красивую Лизу. Вот. Теперь вы всегда будете такой. Идите. И пусть все видят, какая вы красивая. Ну, сейчас... Ночью мы вдвоем, Старбак. Вы же хотели остаться со мной наедине. Неукрадко я пришла к вам. Я уйду, когда взойдет солнце. Вы молчите. Вы же лгали, что я красивая. Я неукрадко... Я молчу, потому что... Пятый прибор на столе был приготовлен не для меня. Поздний вечер. Знакомая нам гостиная. Карри говорит по телефону. Да. Да-да. Мальчишка с характером. Сноем немного повздорил. Сноем, говорю, повздорил. Да. Да пустяки, конечно. Мало ли что бывает в семье. На всякий случай я решил позвонить. Если узнаете, что, сообщите. Благодарю, шериф. Прошу прощения. Не приходил? Да не беспокойся, Ной. Ну что может с ним случиться? Ну о чем не беспокоиться-то? Слушай, может он у Джилла Демби, а? Я звонил. Там нет. Я не хочу тебя расстраивать, конечно, но как не сказать, что во всей этой истории... Виновен я. Но ведь каждый раз, когда мы с Джиллом спорили, ты принимал его в сторону. Бедный Ной. Ты оказался в одиночестве. Однако это тебе не помешало скрутить брата. Когда ты говоришь ему, что он щенок, он начинает тяпкать. Ну наконец-то, черт тебя поделил. Добрый вечер! Ну где пропадал? Ой, вне дома. Ты что пьян? Ой, не делай такие страшные глаза. Я могу испугаться. Где ты достал эту дешевую сигару? Дешевую? Это Ромео и Джульетта. Восемьдесят пять центов. Ты так и не сказал. Где ты был? Тебя обманули, Джимми. Я не обязан отвечать на твои вопросы, мой любезный старший брат. Но если ты хочешь, я тебе кое-что расскажу. Я и снуки. Я так и знал. Будешь перебивать, ничего не узнаешь. Па, мы поехали кататься. Мне казалось, что машина летит со скоростью сорок тысяч миль в час. Мы приехали на край земли. Дальше было только небо и звезды. Мы лежали под деревом и смотрели на звезды. И вот тут я поцеловал снуки и целовал ее столько, сколько хотел. Я торопился. Па, мне казалось, что сейчас появится ной и скажет Вот поэтому Я схватил ее на руки И мы полетели На луну Ну и дела Так Ну А что было потом? Потом, потом Что было потом? Потом Мы дали друг другу Слово Что будем мужем и женой Вот Как только я перестал за ним присматривать Он попал в беду Я буду вынужден Эту сигару потушить А твою голову Ладно, ладно, мы поговорим, когда ты выспишься Болван Ничего не поделаешь Тим Прими мои поздравления Па У меня сегодня праздник Можно я тебе Поцелую? А где Лиззи? Придется ее разбудить Подождите Па Она обрадуется, я уверен Подожди Подожди Ее там нет, Джимми Нет? Где Лиззи? Па Лиззи где? Что? Да неужели? Да? Это так? Ну что, с этим проходимцем? Ну отвечай же, пар Да Она у Старбака Ой Ну и дела О, у меня есть еще одна сигара Я подарю ее Биллу Так, так Ну теперь я понимаю Понимаю, почему ты затеял эту идиотскую историю с дождем Как только ты его увидел, сразу же подумал Нельзя ли женить его на Лиззи? Но ты просчитался, пар Он не из тех, кто женится Это ты послал ее туда, Ноль Ты отнял ее последнюю надежду Ты назвал ее Старой Девой Но теперь ты не сможешь назвать ее Старой Девой Но ведь надо же потерять всякое достоинство, чтобы так не... Да при чем тут достоинство? А ты вообще заткнись, я тебе сказал Немного поздновато, прошу прощения А мы всегда рады гостю Я не в гости пришел к Карри, по делу Человеку не испиться Я ищу парня по имени Торнадо Джонсон Он же Генри Смит Он же Билл Старбак Кто-нибудь приходил к вам сегодня, Карри? Ты приходил, Фавел Зачем он нужен, Фавел? Звонили из Педливила Он там что-то натворил Его надо задержать Желаем удачи Так Говорят, у этого парня был огромный барабан У вас я видел барабан, чей он? Это мой барабан Я буду играть в оркестре Что за стрела нарисована на заборе? А это мой забор, Фавел Я могу рисовать на нем что угодно Мне кажется, вы что-то от меня скрываете Мы ничем тебе помочь не можем, Фавел Ладно Желаем удачи Спокойной ночи Я только взгляну на тележку, что стоит возле дома Она не ваша Ее владелец должен быть где-то неподалеку Слушай, па Какого черта ты ввязываешься в эту грязную историю? Пусть прежде он скажет, в чем этот парень виновен Да в чем бил виновен? В чем он виновен? Какое ваше дело? Его обвиняют, зная, что он виновен А я хочу знать, в чем его обвиняют А я пойду и скажу всю правду Все как есть на чистоту Ты этого не сделаешь, Ной Но ведь ты поступаешь неправильно, па Вот в этом ты весь, Ной Всю жизнь ты поступаешь правильно Вместо того, чтобы поступать хорошо Но ведь на самом деле ты не заработаешь ничего, кроме неприятности Вот именно Нет, ну в чем бил виновен? Да ты вообще заткнись, я тебе сказал Лиззи пришла Лиззи Я тебе должен кое-что сообщить А-а-а Ну дорвалась, наконец Кого ты выбрала? Ты посмотри Посмотри, что там делается Что там, Джимми? Пришли арестовать Билла За что? Что он сделал? Но его же надо предупредить Эй, не смей этого делать, Лиззи Пусти меня, Ной Пусти, я должна ему помочь Ты ему ничем не поможешь Все равно поймают, я тебе говорю Я никуда не убегу, Ной Вы напрасно стараетесь Спасибо, Лиззи Спасибо Ах, Лиззи, Лиззи Так я вам и не сыграл На дудочке мою любимую песню Ну да ладно В другой раз Джим Джим, я прошу тебя Позови ты этого человека Хватит ему там рыться В моей тележке Старбак Я не сдвинусь с места Что с тобой? Ну Не падай духом Как твоя девочка, ты виделся с ней? Буду стрелять, предупреждаю Ну вот мы и встретились, парень Спрячь игрушку Я давно мог бы убежать Мне ничего не стоило это сделать Поймал бы ты меня Как же? Но я не хочу, чтобы эти люди Из-за меня страдали Вот это разумно Руки вверх! Файл с наручниками подходит к Старбаку Тот протягивает руки вперед И когда файл уже хочет защелкнуть замок Сильно ударяет наручниками по его рукам Это Джим ударил в барабан Теперь револьвер в руках Старбака Спасибо, Джим Старбак Спасибо Ну, вот так Так-то оно будет спокойнее Поговорим напоследок Ты хочешь упрятать меня в тюрьму? За что? Я спрашиваю Ведь я никому не причинил зла Ты пришел меня арестовать Неужели ты слеп? Неужели ты не видишь, кто я? Меня нельзя ни убить, ни арестовать Я... Я то хорошее, что есть в каждом из вас Пуля пройдет на вылет, не причинив вреда Файл Держи И Старбак бросил файлу револьвер Файлвер этого в руках Не зная, что делать Я так думаю, Файл Тебе лучше спрятать свой револьвер Файл Ладно Я тебя не видел, парень Я тебя и в глаза не видел И не твоя эта тележка стоит возле дома Понял? Очень Очень сожалею, что все так Нескладно получилось И мне надо уходить 46 долларов Вот и не ной Время, правда, еще не истекло И дождь пошел бы, но сейчас поздно говорить об этом Спешу Старбак Оу Не забывайте нас Спасибо, Джим Прощайте, Карри Лиззи Лиззи Только одна минута В вашем распоряжении Идемте со мной Конечно, хлопотно С таким человеком, как я Но Клянусь, вы будете счастливы Вашу руку Нет времени Лиззи Решайте А что? Что? Что вы сейчас сказали, Фавел? Останьтесь, Лиззи Вы нужны мне Фавел Как же так, Фавел? Старбак Ну, па, ну что делать? А что бы ты ни сделала, помни Ты женщина Руку которой просят Да, я прошу Я прошу Не забывайте нас, Старбак Если вам будет трудно помнить У вас здесь есть друзья И не огорчайтесь, Билли Вы еще встретите девушку Которая покажется вам Самой красивой на свете Вы правы, Лиззи Желаю вам счастья Фавел Теперь вы не одиноки Джим Поздравь сестру Джим Ну, Лиззи Бац, и все Фавел Нет, Лиззи Я очень рад, Лиззи Фавел Фавел Вдвоем нам легче будет справиться с хозяйством У меня припрятана бутылочка вина, мальчики Прошу к столу Джимми Достань бокалы Раз, два, три А где Билл? К Старбак Да он ушел Да нет, он был здесь Он стоял на этом месте Я видел Я тоже видел Он стоял на этом месте Но его нет А может быть, его и не было Может быть, нам только показалось Прошу прощения, Карри Хеллоу Верхние ключи, полицию Полиция Говорит шериф Томас Человека по имени Торнадо Джонсон Только что видели у нас Так Так А что он у вас натворил? Продал, дождь и исчез? Так 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 Так, ладно Примем меры Говорит, в красных камнях Обещал грозу Получил задаток Провалился сквозь землю Полиция сбилась с ног Черт возьми Он же одурачил всех нас Это я упустил его, шериф Идем Скорей Но из-за крылок на и двери Все члены семьи Сели на свои привычные места Я так и знал Иначе Иначе Быть и не могло Поверить трудно А я его успел полюбить Он перевернул всю нашу жизнь Теперь мы уже не сможем жить так, как жили до сих пор Да тише Тише Вы слышите Поймать Где мои 46 долларов Людей Так закончилась притча О продавце дождя Поймать